Девушки отдыхают Она встала, и я последовала ее примеру Затем она обняла меня Столько боли в ее душе Я не смогла бы ее понять, если бы сама не пережила трагедию Алена, мне так жаль Молчи, Лея, я не в настроении сейчас это обсуждать Иди за мной Мы прошли в комнату за воротами Там нас уже ждала Гретта Он поплатится за это Я его убью Нет Это будет слишком просто для него Я буду убивать его медленно День за днем Пока жизнь не покинет его мерзкое тело Гретта, ты сказала, что он пришел не один Но где же остальные? Они? Наверху Ты права, нам нужно спешить Там Вайлетт Они найдут ее и не пожалеют даже ребенка Идем Мы помчались к выходу из подвала Что за Вайлет? Кто это? В доме есть ребенок? Но чей? На первом этаже никого не было По крайней мере, я не почувствовала ничье присутствие Мы направились к лестнице Послышались голоса Это просто невинный ребенок Его нельзя убивать Это не просто ребенок Это вампирья от родия И она может быть опасна В детской стоял мужчина с девочкой на руках Рядом с мужчиной стояла девушка Очевидно, они спорили о том, нужно ли убить девочку Гретта бросилась к женщине и впилась в ее шею Мужчина опустил ребенка на пол И малышка убежала в угол комнаты И заплакала Наверное, на сегодня хватит смертей Давайте отпустим их, пожалуйста Они не причинили нам вреда Просто не успели Они хотели убить Вайлетт Они хотели убить нас Они могли убить нас И один из них убил Мелисандру Я не хочу отпускать их живыми Лея права Мы отпустим их Пусть расскажут, что их товарищ у нас И ему больно Очень больно Уходите Девушка по имени Шерри и ее друг Вышли из комнаты И выскочили из дома И мы, наконец, остались одни Зализывать свои раны Я подошла к Вайлетт И взяла ее на руки Что-то знакомое было в этой девочке Я чувствовала в ней живую теплую кровь Но что-то было не так Она не была человеком Как это возможно? Это дочь Мелисандры Ненавижу детей Но теперь это единственное, что осталось после Мелисандры И мы должны беречь ее Кого из них у него получилось убить Рыжий Скорее всего он убил ее еще в подвале Но Эдриан жив Они сказали, что собираются убить его Мы должны спасти его, отец Нужно что-то придумать А что здесь придумаешь? Никто добровольно не пойдет против них Это опасно Никто не хочет умирать Ни один другой не посмел бы А Эдриан упрям и глуп Я ему говорил Папа, я пойду и спасу его Но сначала мне нужно отдохнуть Шерри, мне нужно поговорить с тобой наедине Пойдем Шерри, я люблю тебя Нет смысла скрывать это больше Возможно, у меня не будет больше шанса Сказать тебе это Джек, а ну выброси эту чушь из головы Ты мой друг И нам незачем портить это глупой любовью Ты такая красивая Я не могу оторвать от тебя взгляд Мои мысли только о тебе Это все так глупо Нет на это времени Эдриан в опасности Молчи Я знаю его Это сын Фабиана Лендера Когда-то мы убили его жену И с тех пор он мстит нам Он создал целый отряд по борьбе с нами Этот мальчик вместе со своей сестрой Убили уже немало вампиров Они заслуживают смерти Мне так жаль Мелисандру Он безоружен он не сможет Он безоружен и не опасен Хорошо, поговори А мы с Оленой пойдем к Вайлет Она чувствует, что что-то не так Но пока не понимает, в чем дело Сестры направились к выходу из подвала А я расколдовала мужчину и медленно подошла к нему Впрочем, он ничего не сможет сделать без оружия А я смогу его убить Отойди от меня, мерзкая тварь Я не причиню тебе вреда Я не верю тебе Вы все лживые исчезди ада Зачем ты так? Вот я всегда мечтала стать вампиром Это ведь так здорово Жить вечно Не чувствовать боли Быть всегда молодой и красивой Это мерзко Вы убийцы Убиваете людей Пьете кровь У вас нет чувств и эмоций И даже души Я стала вампиром пару дней назад И еще никого не убивала Впрочем, и не хочу пока А вот ты чем лучше? Ты тоже убийца Ты убил Мелисандру Да И собирался убить всех сестер Штраут Где моя сестра? Ты про ту девушку, что была в доме? Она жива И, вероятно, уже у себя дома Вы ее не убили? Зачем? Она никого не убивала, в отличие от тебя? Ты бы тоже уже был дома, если бы не убил Мелисандру Что со мной будет теперь? Грета собирается тобой питаться До тех пор, пока в тебе не закончится кровь Когда я умру? Не беспокойся об этом пока Нескоро Почему ты ненавидишь нас? За что ты убил Мелисандру? Разве это не очевидно? Эти мерзкие кровососущие твари Убили мою мать, когда я был еще ребенком Только за это они уже достойны смерти Мне жаль, что ты умрешь Ты симпатичный Немного поговорив с парнем Я его загипнотизировала А затем отправилась в дом В доме было темно Ни одна свеча не горела Я сразу пошла вверх по лестнице В комнату Вайлет Грета укладывала девочку в постель И читала ей книжку Мы с Оленой вышли из комнаты Ну и о чем вы говорили? Мне было интересно Почему он так поступил? И что он сказал? Ничего из того, о чем я еще не узнала от вас Эти люди сумасшедшие И мамаша его умерла не просто так У нее было оружие И когда Грета начала пить ее кровь Она попыталась убить ее Зато и поплатилась Раньше на нас никто не нападал И мы никого не убивали Но после этой чокнутой все изменилось Ее муж как с ума сошел Что будет, если мы убьем этого парня? Не знаю Но возможно Фабиан взбесится И попытается нас убить Нужно готовиться Я даже не знаю, сколько человек придет сюда Мы давно сбились со счета Сколько уже стало охотников Я думала, что они единственные А, нет, конечно Конец третьей серии Ждешь новую серию? Подпишись на канал и поставь лайк Напиши в комментариях Как ты считаешь Что дальше произойдет с Леей и Эдрианом И что случится с Шерри и Джеком? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!